Ты уходишь от проблем, ты думаешь, что как бы тебе легче станет, а на самом деле всё как было, так и осталось. Так продолжалось три года, пока Катя не взяла себя в руки и не решила закодироваться. О своей пагубной зависимости девушка никому не рассказывала. Даже любимая тётя узнала об этом, когда уже всё было позади. Уже потом Катя нам призналась, уже через некоторый период времени. Вскоре в жизни Кати появился мужчина. И хотя Александр старше на 22 года, родственники с пониманием отнеслись к выбору девушки. Мне кажется, что он её как бы направляет и пытается её тоже, как и мы, вразумить о том, что дома сидеть хорошо, но работать надо. То есть он в какой-то степени даже, может быть, и заменяет отца. То, чего она в жизни не имела. Катя хочет иметь семью и детей. Но прежде всего ей необходимо найти себя в жизни. Чтобы быть уверенной в завтрашнем дне и не зависеть ни от кого материально. Она... не обязательно она должна быть успешной. Успех вещь такая относительная. Самое главное, что если женщина чувствует, что то время, которое она тратит на эту свою самореализацию, оно на неё благотворно влияет. Ну, ради бога. Александр считает, что главная черта Кати – это прощение. Она старается забыть о том, что было не очень удачно, и двигаться дальше. Я считаю, она была бы неплохим менеджером по работе с коллективами. Судьба Светланы Кайдаш, как две капли воды, похожа на историю Екатерины. Сегодня Светлана – успешная бизнес-леди, директор одной из самых известных косметических компаний. А когда-то у неё были те же проблемы. Неполноценная и неблагополучная семья. Тяготы и лишения. Проблемы с алкоголем. Когда мне было пять лет, я это впервые осознала, что мама начала пить, потому что в доме начались уже разлады. И потом, конечно, в десять лет мои родители. Когда мне было десять лет, моей сестре было семь, брат старше на три года. Мои родители разошлись. Уже в одиннадцать лет Светлане пришлось пойти работать на птицефабрику. Она хотела помочь матери прокормить брата и сестру. Получилось иначе. Я помню, когда я приехала, маме отдала эти деньги, ну, счастливые. Она собралась, ушла в магазин. Мы с сестрой очень долго ждали, что сейчас придёт мама, купит нам что-то вкусное, что-то из одежды. Может, её очень долго не было. Но она пришла с сумкой, в которой было вино. Прежде чем стать богатой и успешной, Светлана Кайдаш пережила столько бед и несчастья, что порой просто не хотелось жить. Я разошлась с мужем. Я осталась с маленьким ребёнком на руках, да? И у меня даже была попытка к суициду. Потому что мне нечего было кормить своего ребёнка. Сегодня у Светланы свои квартира, машина, дом на Черноморском побережье. Она смогла дать сыну достойное образование в Швейцарии. А когда-то была вынуждена просить деньги в долг у собственного отца. Драгоценный отец, я ему так благодарна, давал мне три рубля и говорил, три рубля зарплата отдашь. Он знал, что мне не хватает денег. Он знал, что я живу на маленькую зарплату с двоём, с ребёнком, да? Что у меня очень маленькие там алименты практически я не получала. Там тоже маленькие алименты. И он мне давал займы. Что заставляло меня тогда двигать? То, чтобы мне нужно опять отдать ему эти деньги и потом опять же занять. Но никогда не говорил, вот тебе такое, вот тебе. Он мне просто, знаете, он мне не давал расслабиться. Когда Светлана вышла замуж во второй раз, они с супругом занялись бизнесом. Торговали чаем, закупали его в Сочи, на грузовике везли домой в Магнитогорск и там перепродавали. Когда я ждала КАМАЗ, который загружали, купила журнал «Космополитэ». Там узнала, что появилась компания, которая приглашает женщин для работы с косметикой. Вернувшись в Магнитогорск, Светлана позвонила по указанному в журнале телефону. Меня пригласили в Москву, я пришла, в Москве прошла обучение. И с тех пор, вот уже 17 лет, я в индустрии красоты. Узнав историю Екатерины, Светлана захотела познакомиться с девушкой, чья судьба напоминает ее собственную. Вдруг она сможет помочь Кате изменить свою жизнь? Могу сказать, что наши мамы были подружкой в прошлой жизни. Знаете, в чем? В алкоголизме. Моя мама пила. И с 5 лет я тоже потеряла, как бы детство было лишено. Горе сближает людей. Светлана быстро нашла с Катей общий язык. Работала на бубной фабрике. Работала за конвейером. Я была... Я была... Я была... А вы на бубной фабрике работаете? А у меня даже профессия, обучи пертолу. Да вы что, и у меня тоже. А я за тящиком. Светлана сумела перебороть все жизненные трудности и смогла стать счастливой и успешной. Мне это надо для того, чтобы моя жизнь была интересна. Мне это надо для того, чтобы я хочу жить в полной финансовой свободе. Мне это надо, чтобы мой сын, это очень важно для женщин, у которых есть дети, да, глядя на меня, не был, не стоял все время в ожидании, что жизнь что-то ему в этот раз и подарит. Светлана хочет помочь Екатерине найти свое место в жизни. В первую очередь определиться. Что вы ждете от жизни? От жизни, от жизни. От своей жизни я жду новых начинаний. Новые начинания это в учебе и реализация в работе. Неустроенность в жизни может любого человека довести, как говорится, до ручки. А уж на что способна разгневанная домохозяйка и представить себе страшно. В декабре 2008 года в дежурной части УВД города Казани раздается телефонный звонок. Жильцы дома на авангардной улице сообщают о диких криках, которые доносятся из одной из квартир. На место выезжает группа немедленного реагирования. Вскоре всему подъезду становится известно. Семейная ссора закончилась трагедией. А потом узнали, что случилось. Милиция приходила. И что они вам рассказали? Ну, дотовая ссора с поножовщиной. И чем поножовщина закончилась? По течениям интимной части тела. Именно таким страшным способом домохозяйка отомстила мужу за его многочисленные измены. Мне вообще не по себе стало вообще. Не могу понять даже, что это ее довело до этого. Несколько лет Светлана была вынуждена сидеть в четырех стенах и заниматься исключительно домашним хозяйством. Ее супруг и слышать не хотел о том, чтобы женщина устраивалась на работу. Вот ее, по-моему, вчера только увидела, я говорю, ты работаешь? Да нет, говорит, он говорит, не пускай ты меня на работу. Сиди дома, что тебе денег не хватает? Он смотри за ребенком, вот это, что знает, а вот все. В конце концов, домохозяйка не выдержала диктата мужа, который всячески ограничивал ее свободу. Зато сам вел весьма разгульную жизнь и не пропускал ни одной юбки. Я и сейчас это плохо осознаю, что тогда происходило. Было двойственное ощущение реальности и то, что это происходит не со мной, а в кино, либо в анекдоте. Анекдот вышел совсем не смешным. В тот день Светлана вернулась домой пораньше и застала своего благоверного в постели с любовницей. Тут-то у женщины окончательно сдали нервы. Когда я опомнилась, муж лежал окровавленный на полу. Что было дальше, Светлана помнит смутно. Как и то, почему решила отнять у некогда любимого супруга самое для него дорогое. Я была в состоянии аффекта, но нанесла, видимо, когда он защищался, пытался меня успокоить. Может быть, осознанно, может быть, это случайно. Я нанесла два удара в живот и попала в пах ему. Когда на место происшествия прибыли оперативники, их взору предстала разгромленная квартира и лежащий в луже крови мужчина. Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии в 2 часа дня. Проведена операция. Угроз жизни нет. Сейчас состояние средней степени тяжести. Самое печальное для потерпевшего, который лишился своего мужского достоинства, что отрезанной части тела в квартире, так и не обнаружили. Куда выбросила ее женщина, она так и не вспомнила. Или не захотела вспоминать. Сразу после короткой рекламы. Какой предмет преподает самая экстравагантная бизнес-леди страны? И для чего нужны мужчины певице Светлане Разиной?